Привет, вы на канале Apple Hightech и сегодня в этом видео мы поговорим про iPhone 11 и iPhone 11 Pro на iOS 15. Все вышесказанная информация будет актуальна для обоих девайсов, потому что у них одинаковое железо под капотом, идентичный процессор, идентичная оперативная память и даже батарейки отличаются буквально на 60 мАч. Мне удалось попользоваться iOS 15 несколько дней, поэтому в этом видео я могу уже сделать вывод об этой операционной системе. Как все работает, как держит батарею, ну и понравились ли новые функции. Давайте начинать, не будем тянуть, поехали. На 11-х айфонах доступен полный спектр новых функций, ровно такой же, как и на айфонах 12-й серии. Однако это обновление, честно говоря, слабовато на новые фичи. Для себя из огромного списка я открыл только несколько функций. Все остальное это функции ради функций. То есть я не вижу применения их в своей жизни, взять тот же фокус. Мне даже лень его настраивать, серьезно, я понимаю, что если я его даже настрою, то пользоваться им не буду. Если мне реально надо поработать, я просто отложу телефон и буду работать. Выключу на нем звук на крайний случай. Зачем мне какие-то супер гибкие настройки, от кого я могу получать сообщения, от кого не могу? Мне это непонятно, мне это не вкатывает. И еще есть бесячее нововведение. Это светящаяся стрелочка геопозиции сверху. Она светится голубым каждый раз, когда приложение определяет вашу геопозицию. Конечно, спасибо Apple за заботу о моей конфиденциальности, но эта стрелочка это просто от ас. Она вечно тебя отвлекает, возможно, дело привычки, но за три дня я устал ее наблюдать. Респект же я выражаю следующим функциям. Во-первых, это обновленная погода. Она очень классная, стала более информативной и дизайн мне нравится. Также обновленный сафари радует меня с самого старта. Во-первых, теперь веб-страница на экране занимает максимум места. Во-вторых, интересно реализована навигация по вкладкам. Ну и в-третьих, огромный шаг в направлении голосового ввода. Если раньше я никогда не пользовался им, то теперь многие поисковые запросы я делаю именно голосом. Наверное, потому что очень удобно расположили кнопку микрофона. Еще позабавила функция распознания текста на фотографиях. Жаль, что пока не работает с русским языком. Надеюсь, в будущем добавят. Но уже сейчас на английском распознается великолепно. И даже российские телефонные номера распознаются. И можно прям с фотографии позвонить кому-то. Несомненно, большинство функций, которые добавили в iOS 15, это просто байт андроида. Байт сервисов Google. То же распознание текста на фото давно есть у Google. Совсем до смешного доходит то, что в iOS 15 добавляют возможность посмотреть название изображения, его формат, размер и так далее. Да, эта информация давно хранилась в файле изображения. И вот наконец-таки в iOS 15 нам к ней дали доступ. Естественно, купертиновцы сделали небольшой редизайн системы. Например, в тех же настройках пункты настроек теперь помещены в контейнеры. Обновили центр уведомлений и в целом это привносит некоторую свежесть системе. Но многие все-таки рассчитывали хотя бы на новые иконки приложений из macOS. Поэтому в этот раз за новые фичи и за редизайн скорее не зачет, чем зачет. Но опять же я думаю, что каждый сможет найти парочку каких-то актуальных фич для себя. Что касается производительности, то iOS 15 здесь получает зачет. На 11-х версиях iPhone все работает очень быстро, плавно, хотя и местами в новых приложениях бывают небольшие фрезы. Но думаю, что к релизу в сентябре их поправят. Эти фрезы в основном случаются в переделанных приложениях. В той же погоде переключение между городами иногда сопровождается зависающей анимацией. Это не совсем приятно, но думаю, опять же, все пофиксят в будущем. Ну и в том же Safari переключение между страницами может вызывать небольшое торможение. А так система работает проворно, стандартные приложения открываются быстро, нет никаких конфликтов с приложениями сторонних разработчиков. Насколько я помню, в iOS 13 некоторые приложения, в том числе ВКонтакте, воевали с системой. Приходилось ждать, пока разработчики это пофиксят. В этот же раз, так как особых изменений в архитектуре системы не было, все работает стабильно. Пункт уведомлений, пункт управления, библиотека приложений, виджеты, все это работает как швейцарские часы. На данный момент это первая бета-версия iOS 15, еще и для разработчиков, казалось бы, куда ты лезешь. Публичная бета-версия выйдет только в июле. Но, несмотря на это, я не испытываю никаких проблем. Единственное, есть ощущение, что иногда подключивает блютуз. Потому что, когда я слушаю музыку в аирподсах, может раз в час случиться небольшое прерывание в проигрывании. Буквально секундная помеха. Отсчитываясь перед любителями синтетических тестов, Antutu iPhone 11 Pro на iOS 15 прошел солидно. Прошлый результат данного iPhone на iOS 14 был примерно 500 тысяч очков. В этот же раз на iOS 15 мы получили почти 519 тысяч очков. Конечно, это все относительно, но все же греет душу. Наверняка всем интересно узнать про батарею, сколько она держит на iOS 15. И могу, наверное, вас обрадовать, держит ровно так же, как и на iOS 14. Я изучил график того, как я заряжаю свой телефон. И выяснил, что 100% заряда на iOS 14 мне хватало где-то на 5,5 часов экранного времени. В iOS 15 ничего не изменилось, примерно так же 5,5 часов. Однако и без графиков я могу сказать то же самое. По ощущениям нет никакой разницы в скорости разрядки батареи. Но это, как по мне, неудивительно, потому что iOS 15 это не iOS 15, это скорее iOS 14.9. Если вы уже обновились на iOS 15, то напишите, сколько у вас держит заряд ваш iPhone. Не важно, это iPhone 11 или iPhone 7, будет в любом случае интересно прочитать. Система занимает на устройстве 8 гигабайт 570 мегабайт. Это в любом случае не все, есть еще и системные данные, у них не фиксированный размер. Поэтому если у вас устройство на 64 гигабайта, то смело отнимайте 20 гигабайт. И вот столько у вас останется на ваши нужды, на фотографии и прочее после обновления. Ну и стоит ли обновляться? У меня для вас такая формула, если хочется попробовать новые какие-то функции, получить небольшой редизайн системы, то в принципе сейчас уже можно обновиться даже на девелопер бету. Она невероятно стабильная, каких-то фатальных ошибок нет, как у меня было, например, на iOS 12, когда мой iPhone вообще не хотел заряжаться. Если вас пугает приставка девелопер, то дождитесь июля, там выйдет публичная бета, на ней с вероятностью 99% уже не будет никаких изъянов. Ну и для самых консервативных предлагаю дождаться сентября, когда выйдет официальная iOS 15. Она выйдет как раз-таки после презентации новых айфонов 13-й версии. Не обновляться совсем я не вижу смысла, потому что в производительности и в батарее вы не проиграете, а в любом случае что-то новенькое iOS 15 вам подкинет. Если вас заинтересовало обновление прямо сейчас и прямо здесь, то подсказочка сверху на видео о том, как обновиться на iOS 15 специально для вас. Как итог, можно сказать, что iPhone 11 и iPhone 11 Pro прекрасно будут работать на iOS 15, другое дело понравится ли вам это обновление. Если видео было полезно, то лайк, подписка и колокольчик будут лучшей наградой за проделанную работу. Спасибо, что досмотрел до конца. Увидимся в новых видео. До новых встреч. Пока-пока.